Нарушают. Иногда, порой. Они не порой нарушают, они всё время нарушают. И кодекс этики, и служебное поведение. Вот вопрос, почему это происходит, и почему это всё больше и больше нарастает, и почему на это закрывает глаза, вот это вопрос интересный. Институт исследования правосудия, который располагается в Санкт-Петербурге, я не уверен за точное его название, провёл исследование. И, в общем-то, выяснил совершенно очевидные вещи. Но одно очевидно для тебя, а другое дело, когда очевидно для другим, да ещё написано «домывание». Дело в том, что судебная система суды является корпоративной организацией. Назовём это Орденом. Орден, да, как вот монахи, как вот атомпельеры. Они все в чёмных манте, с владами Российской Федерации, все сидят в креслах, гербы Российской Федерации, у них особый статус. И у них начинается... Да, и очень важно, что они постоянно имеют дело с людьми, решая их, скажем так, дела, их судьбы. И вот тут происходит естественная, совершенно, так называемая, профессиональная деформация. Я называю это профессиональной деградацией. Два момента. Первое. Профессиональная деградация свойственна всем профессиям, которые имеют дело с людьми, особенно когда эти люди находятся в беде, стрессовых ситуациях. И человек постепенно, это и есть деформация, абстрагируется от них, потому что в противном случае, то есть соболезнования, да, сопереживания, доведут его просто-напросто до психоза, до сумасшедшего дома. Поэтому профессиональная деформация является своего рода психологической защитой против эмоционального вот этого гнета, который постоянно на тебя давит, если ты имеешь дело с людьми. Это относится к работе к МЧС, это относится к пожарным, это относится к врачам скорой помощи, это относится к врачам вообще всех профессий. В том числе, кстати, я и многочисленным адвокатам, у которых большая практика, там поток идет. И судьи в том числе. То есть профессиональная деформация, как я говорю, профессиональная деградация, это нормально совершенно. Вопрос заключается, далеко ли это зайдет. Так вот, профессиональные деградации как раз и призваны стоять. Кодекс этики и служебного там поведения, как вы его называете, да, кодекс судей, кодекс этики адвокатов. Именно вот он должен сдерживать, как бы, ставить границу профессиональной деградации. Но тот вступает в действие другой фактор, а именно, это корпоративная организация. Любая организация, подчеркиваю. Первое, стремится как можно меньше работать. Второе, стремится как можно больше получать. И третье, корпоративная солидарность. И четвертое, возникает из практической уже корпоративная этика. В исследовании Института исследования правосудия отмечен один очень любопытный момент, что этические и моральные представления судей в результате профессиональной деградации отличаются от этических и моральных устоев, взглядов, принципов нормального человека. То есть, этика судей не совпадает с этикой людей. Мораль судей не совпадает с моралью людей. И они приводят пример. То, что с нашей точки зрения, скажем, хамство, это аморальное явление. А с точки зрения судей, это не аморальное явление. Это нормально. Так вот, мы знаем примеры, когда судьи хамят. Всегда хамят. Хамят, хамят и хамят. Но есть грань, которая ставится именно в кодексе этики судей. Известны случаи, когда судьи в своем хамстве зашли слишком далеко. Предположим, выражались матом. Посылали нах, понятно куда. Или в такой степени, что даже сами судьи сказали, «Ну, слушайте, ну это перешел границ». Понимаете? Этих судей лишали и статуса, и там, не знаю, какие дисциплинарные меры против них принимали. Поэтому то, что они нарушают, это нормально совершенно. Для них, а не для нас. И вы должны это понять, те, кто работает в судебном представительстве. Надо войти в их шкуру и не реагировать на это, потому что вы оцениваете ситуацию со своей точки зрения, как человек. А у них другая. Поэтому есть мера. Вот если он меру перешел, и вы так считаете, если она приблизилась к их представлению о границе, тогда можно и писать жалобу в коррекционную коллегию и так далее. А если все-таки до, хотя хамство, ну относитесь к этому спокойно, как результат профессиональной деградации. В противном случае, вот несовпадение, если хотите морально-этический диссонанс когнитивного плана между вашими представлениями о морали и этике, и представлениями судей о морали и этике, вас опять же приведут в состояние шока, в состояние стресса, вы постоянно будете плеваться, ругаться, зачем я вообще сюда пошел, это не моя профессия. Так что относитесь к этому спокойно. Короче говоря, тоже профессионально деградируйтесь. Это, кстати, тоже нормально совершенно. Вопрос, как всегда, меры. Также, кстати, вопрос пьянства, употребления алкоголя, там, не знаю, чего угодно. Вопрос, меры. Всегда вопрос, меры.